Взрывали храм. Взрывчатки не хватило. Не знаю, динамита там, тротила. Веществ смертельных, есть еще и тол, немало человек наизобрел. От взрыва только вздрогнула землица, да разлетелась в перепуге птица. Храм был закрыт еще перед войной. Отправился священник в мир иной, не сам собой. Чекисты помогли его отправить в путь всея земли. Колхозные свозили урожаи в закрытый храм. И скоро птичьи стаи навили в храме коммунальных гнезд. Короче, свой устроили колхоз. Пернатых первый взрыв предупредил, что скоро дело сделает тротил. А может, динамит, а может, тол. Одним глаголом птичий век прошел. Взрывали храм. Взрывчатки было много. Но охватила взрывников тревога. Как будто кто-то кличет с высоты. Глядят они наверх, а там кресты. И говорят начальству взрывники. Не можем мы в условиях таких работать. Хоть работа их лиха, боятся, видно, все-таки греха. И эти уцелевшие кресты будили в христианах бывших стыд. Начальство в замешательстве. Ну вот, выходит из народа идиот. И говорит, я не боюсь греха. А дальше матом хи, ха-ха, ха-ха, воспрянуло начальство. Вот стакан. Прими-ка ты для храбрости, Степан. Степан вовнутрь принял весь пузырь и был готов крушить хоть монастырь. Он резво сбросил с куполов кресты, задел гнездо и рухнул с высоты. Была команда. Пять минут скорбеть, а после по-партийному отпеть. Мол, вечно будем помнить о тебе, себя не пожалевшего в борьбе. Пал идиот. Безмолвствует народ. А дело идиотское. Живет. Храм без крестов. Достали из кустов, рассеявшихся в страхе взрывников. Напомнили партийный им приказ. Раздался взрыв, и солнца свет погас. Вздыхают бабы. Мужики молчат. А дети плачут. Жалко им галчат. В основе этого стихотворения реальная история разрушения храма в селе Никольское Горшеченского района Курской области. А съемки мы производили в Монтуровском районе Курской области в селе Стужень в храме Рождества Христовы. Вернее, в том, что осталось от этого удивительного храма.